приветствую вас на канале про цветок меня зовут константин шишко я мастер топиарной стрижки сегодня мы находимся на моем личном участке и мы сегодня будем стричь беседку для медитации беседка была высажена семь лет назад она формировалась как с куполом таким часовенькой и на сегодняшний день у нас окончательная фаза мы ее подстригаем и устанавливаем там одну к интересную конструкцию для медитации сейчас мы будем заниматься стрижкой придавать форму потому что как видите она немножко заросла поэтому мы сейчас ее подстригем и дальше будем внутри там заниматься для для стрижки буду использовать кусторез кусторез специальный который удлиняется на штанге вы все увидите а Данная беседка сформирована из боярышника. Боярышник это однопестичный. Та форма дикая, от которой пошли все остальные. Кроваво-красный, паульс-карлетт и другие боярышники. Удивительное растение, которое неприхотливое, которое произрастает в нашей климатической зоне. Единственный, ну может несколько недостатков, что он все-таки колючий. Его предпочтительно использовать для живых изгородей, которые должны быть непроницаемы. Но в данном случае я попытался сформировать беседку. Сформировал. Можете и вы это сделать. Если вы возьмете нужный вам диаметр и по кругу высадите, ну довольно взрослое растение, тогда быстрее получится, тогда быстрее будет эффект. Ну высота метр двадцать, метр тридцать, полтора метра. И потом из этого формировать условно вот такой вот купол. Ну понятно, что на это уйдет какое-то время, лет пять-семь, наверное, да, при условии, что вы будете постоянно подстригать, что вы будете постоянно ухаживать за этим растением. И у вас вот получится такой купол часовенький, да. Но диаметр круга может быть разный. Расстояние между растениями, когда вы будете высаживать, 50-60 сантиметров, да. Единственное, что, опять повторюсь, что недостаток, он колючий. Поэтому, если у вас маленькие дети на участке, то всегда надо предупреждать, чтобы они там босенькие не ходили. Когда мы стрижем, то постоянно какие-то маленькие колючечки остаются. Поэтому ходить босиком там не рекомендовано. Но это было условно там семь лет назад. Сегодня из моего опыта, конечно, я бы сформировал из другого растения. Тоже не менее замечательного и которое в наших широтах произрастает. Хорошо себя чувствуют. Это граб. У него нету колючки. Он не подвержен никаким особенным болезням. И из него тоже можно сформировать вот такую же конструкцию, такую беседку, да. Единственное, что, может быть, немножко по времени займет больше. Хотя он тоже наращивает быстро массу. И он хорошо стрижется, неприхотливый. Еще у боярышника такая тоже маленькая особенность, что когда сезон вредителей, то есть на нем очень любит поселяться тля. Тля любит поселяться. Поэтому, ну, как иногда вы в огороде что-то обрабатываете от вредителей, то тоже надо обрабатывать. Подкормку он, растение неприхотливое. Если это у вас находится на газоне, то вы будете газон подкармливать. И они из этого возьмут то, что им надо. Единственное, когда сухое лето, то, конечно, тоже немножечко надо поливать. Растение на самом деле неприхотливое, выносливое. Вот какие-то недостатки я бы назвал два. Это колючка, которая немножко, как бы, ну, чуть-чуть, ну, какой-то дискомфорт может доставлять. И обработка все-таки от вредителей. Один, два – это начало лета, когда тля, ну, активизируется. Высоту самого, самой конструкции вы можете создать любую. Это все в процессе. То есть это проходит, ну, на ваших глазах, и это проходит не моментально, не быстро. То есть нужно, ну, как это, где-то какие-то веточки подрезать, какие-то привязывать, наклонять, связывать, то есть подстригать. Ну, это все процесс, да. Каркаса нету никакого. Я каркас не делал, и он, в общем-то, не нужен. Опять, вроде как и недостаток колючка, но когда на растении есть колючки, они очень хорошо держатся и сцепливаются. Они не раз, их ни ветром, ничем не раз это самое, не разрывают. Если будет граб, то, понятно, придется где-то, может, даже какую-то сделать конструкцию легкую, да, из проволоки там толстой или из чего. И у нас вот получилась вот такая конструкция. Я называю, как бы, беседка для медитаций. И вот одним из элементов, вот эта конструкция, вы часто ее видите, она продается в магазинах. Единственное, что я немножко переделаю. Мне вот эта стойка, которая держит эту конструкцию, не совсем нравится. Будет сделана по куполу этому другая конструкция, и она будет просто, вот это сидение будет спускаться на пружине. Один немаловажный такой интересный момент, как свести свод. Когда растения вырастают до определенной высоты, до той, которой нужно вам, и вы можете тогда просто вот кончики этих растений просто связать вверху. Понятно, что они будут задавать форму полукруга такой сферы. И это все очень просто. В данном случае боярышник, он своими колючками, в общем-то, все особо там и не надо связывать. Если где-то что-то, то можно полипромпиленовой ниткой, а она от ультрафиолета со временем разрушится. Вот и все. Надеюсь, что для вас эта информация будет полезной, и вы сможете у себя на своем участке легко это сделать. Спасибо большое за внимание, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok